Очередное воскресенье. Еду на Троицк первый раз. Сейчас посмотрим, как дорога. Еду к навигатору. Погодка сегодня отличная. У меня показывает за бортом минус 2, но почему-то дороги тает, соответственно, ближе к нулю. А может из-за реагентов. Сейчас еду по Новорязанке, потом ухожу на ЦКАД и пошел в сторону Троицка. В направлении у меня с Бронниц на Троицк. Едем. Смотрите, какая красота. Здесь прям беленький такой. Прям зима-зима. Это вот платная дорога. Чтобы вы понимали. Платная. Этот ЦКАД. Обалдеть можно. За что платятся деньги, спрашивается. За то, что здесь, блин, одна клея всего, и то протоптана машинами. И ничего не чищено. Как так? За деньги здесь люди едут. Здесь вообще ни одной снежинки не должно быть. Не понимаю, время полоснавого утра. Еду на Питер. Вот, кстати, москвичи, московские дорожники. Вот вам пример, как должна выглядеть платная дорога. Здесь тоже снег. Но на самой трассе снега нет. Так что учитесь. Тверская область уже выехал рано ночью. Или как? Выехал рано утром. Либо поздно ночью. В общем, в 2.50 примерно я выехал. Время полседьмого утра доходит. Сейчас буду останавливаться на стояночке. В 7 часов у меня завтрак. Лягу поспать часа на 4. И продолжу путь дальше. В Питере буду ориентировочно. Идет часика в 5-6. В 5-6 часов вечера буду в Питере. Если получится по Питеру еще погулять, будет вообще просто бомбически. Я вам обязательно покажу. Если удастся вырваться, конечно, в город. Если не удастся, ну, извините. Не судьба. В следующий раз, значит, сходим с вами. А так до Твери 40 километров. В Торжок 114. Всем, кто с Твери, привет. И с Торжка тоже привет. Ростановился. О, гости отдыха. Напротив вот тоже стояночка. Там, где смотрю, туалет есть. В общем, сейчас все дела сделаю. Позавтракаю. И буду отдыхать. Чайский 4. Потом будем ехать дальше. Так что, дорогие друзья, увидимся уже. Я думаю, будет день. Надеюсь, что будет день. А не как всегда посморная погода. Давайте встретимся попозже. Проснулся. Всем с добрым утром. Время. Сколько время? Время 10.26. Проснулся полчаса назад. Короче, два часа. Поспал два с половиной. Сейчас, наверное, дает до точки. И уже там поспал. Будем выезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едешь такой, едешь. Пожалуйста, поворот на Россию. Если кто-то хочет в Россию по пути в Санкт-Петербург, заяхать, пожалуйста, сворачивайте направо, и вы в Россию. Ну, я, в общем, пока не хочу ехать в Россию, я поеду прямо на Санкт-Петербург. Интересно, что за Россия? Если кто-то знает, пожалуйста, напишите мне в комментариях, когда я второй раз уже поворот на Россию проскакиваю, никак не заеду. История такая. Сейчас разговаривал с бетумовозом, впереди ее кастеринку. По поводу работы, зарплаты, ну и вообще условия работы. Автопарк у них не старый, не самый старый мафин. Десять годовалый, но сейчас, говорит, обновляет. Если... Вот он сейчас идет на Питер с Москвы, возит на Нископотник Питер. Короче, рейс на Питер 10 тысяч, да? Просто рейс. Человек работает 3 недели через неделю. Говорит, за 3 недели 130 тысяч у него получает заработок. Но опять же, это не напрягайся. Такие дела. Остановился. Пообедать у меня по графику обед в час. И заодно сейчас омывайку налью. И дворники отряхну. Есть чем заняться. Вот такая вот растерия. Так вот, место отдыха. Лесочек. Машинки стоят. Скамеечка моя. Смотри-ка, дверь протекает. Интересно. Типа, говорит, места не хватает на карте. Ну, это и хрень все. Все там хватает. Просто работать не хочет. Бессовестно. Кстати, вот как я делаю так, чтобы у меня в машине было чисто. Здесь пакетик. Отряхнул лапки. Ножками сразу рос в пакет. Второй. Хоп, пакет. Разулся. Все чистенько, сухо. А если пакет целый, то сухо. Если не целый, вон как у меня, дрябенький чуть-чуть, то бывает мокро. Ну что, покушать-покушали. Эх, зеркала не почистил. Сейчас зеркала почищу и поедем. Зеркала готовы. Свет. Камера. Мотор, как говорится. И два нагнали наших городских. Малышки не одел. Нет, не пойму, что он такой глядый. А не просто без очков. Сынную машинку. Сейчас по плану приеду. Пока мы не сливаться, я думаю, закину все видосики в облако. И начну потихонечку монтаж. Посмотрим, что из этого выйдет. Как-то так. До Питера 259 километров. Кстати, всем привет из Санкт-Петербурга. Мне очень понравился город. И если у меня будет возможность сегодня посетить этот город, я обязательно воспользуюсь. И, кстати, насчет возможности. Как только у вас появляется какая-то возможность, пользуйтесь. Не надо упускать. Старайтесь не упускать возможности. Проезжаем поворот. Это великий Новгород. Ни разу там не было. Очень интересно про этот закон. Великий Новгород звучит как-то. Хочется побывать и посмотреть. Но по-любому когда-нибудь сели, посмотрю, что там и как. Что там интересного было. Правильно. Ухожу с кладки в сторону Гатчины и Кировска, что ли? Что-то такое. Время 8.05. На улице минус 12 утро. Ледок. Ледок. Почему я лед называю ледком? На дороге лед. Я стартую обратно на Москву с Санкт-Петербурга. Так что, дорогие друзья, как расцветет, может быть, что-нибудь поснимаем. А сейчас пока темно, буду ехать спокойненько, не торопясь в режиме гололеда, скажем так. Все. Всем доброе утро. И кто кушает, приятного аппетита. Городская область. С Санкт-Петербурга уехали. Держим путь дальше на Москву. Посмотрим, как с погодкой. Ну, ребята звонили, говорили, что погода там в Москве очень хорошая сегодня. Снег валит прям хорошими хлопьями. А здесь нет. Здесь мороз и лед. Здесь, получается, снег шел два дня назад. Кстати, я все еще про этих дорожников. Вот смотрите, я еду по крайней правой полосе, да? Вот здесь должна быть еще одна полоса для движения, но ее нет. Это платная дорога. Понимаете? Я только что заехал. Ну, как только что. Я заехал на платную дорогу за деньги, чтобы ехать и бояться подскользнуться. Такого не должно быть и дорожники. Уважаемые дорожники, к вам прощаюсь. Вы за что деньги получаете? Вы, если не обслуживаете дороги платные, тогда не берите за них деньги, сделайте их бесплатными. За сколько? 984 километра я проехал практически все по платной дороге. Вот это вторая группа дорожников, которая мне попалась на пути. Сейчас мы только аккуратненько объедем. Вот. Ребята, молодцы. Спасибо. Если вы будете смотреть, вам большое спасибо. Так. Сделал остановочку на обед. У меня еще... Тут все отваливается. Стекло холодное, а они отпадают. Так. Сейчас пока обед догревается, почищу стекла, почищу все фонарики. И... Все почищу. Отряхну. А тогда пообеду. И дальше в путь. Дальше в путь, я так думаю, уже до победы. У меня лампочка перегорела в габарите. Так. Поворот работает. Значит, просто лампочка перегорела. Ну вот и все. Неисправность устранена с помощью сканинского наборчика. Теперь нужно восстановить комплектность лампочек всех. Так, я пока чинил лампочку. Я здесь. Вот он я. Пока чинил габаритную лампу. У меня готов обед. На обед у меня сегодня, как всегда, греча с мясом и огурчик свежий. Сейчас покажу вам. Ой, огурчик. А вот здесь в улыбающейся кастрюльке гречи с мяском. Вот. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита и мне тоже приятного аппетита. Увидимся в дороге. Пустым-то, оказывается, сложнее идти. Сейчас вот в горку подымался, а она буксует. Приходится переходить на понижающую передачку и потихонечку-потихонечку выезжать. А груженые вообще даже не срывают ось. Не знаю, может, сейчас льда побольше стало на трассе. Но вот на Питер шел, ни разу не буксанул в горку. А это прям чуть подъем сразу пробуксовывает. Очень интересная штука. Набираемся опыта потихоньку. На полном приводе, когда едешь на Урале или на Камазе, он вообще не буксует. Ни в горку, ни под горку. Пофигу. А тут прям хорошенько взрывает осень. Приехал с Питера и ству 11 с лишним часов за рулем. За рулем, в смысле, прям в движении. Сразу на Володарку. На мою любимую Володарку. Но тут что-то у них электронная тетенька сломалась. Табло не работает. Не знаю, как все это будет выглядеть. Ехал не спеша. Почему так долго? Потому что ехал не спеша. А если торопиться, то может случиться вот такое. Так, вот человечек. Я не могу страдал. Ну как? Я разверну его тут бочком. Сломался, в общем. Вот так. Так что, ребята, будьте осторожны. Спешить не надо. Ладно, я отдыхать. И посмотрим, что будет завтра. Эх, погодка. Смотрите, какая у нас сегодня в ночь-то. Вообще красота. Все беленькая, снежок идет. Я прям кайфую. Как сейчас товарищ один сказал, классная, говорит, погода. Если дома сидеть, ни хрена не делать. Просто со стороны наблюдать, а не ехать куда-нибудь. ехать, да, не особо в такую погоду. Что, дорогие друзья, Новорязанское шоссе, вечер, Москва. Выезд с Москвы. Выезд с Москвы по Новорязанску. По Новорязанску. Короче, с Москвы выезжаю, стою уже, ну, до хрена уже стою. И написано, сейчас я вам покажу. Так, пробка 30 минут, 2,5 километра. Нормально. Я просто довольный такой. Настроение хорошее. Съездил сегодня на московский нефтеперерабатывающий завод Газпромовский. Вот там реально все прям организовано хорошо. Мне прям нравится там заливаться. Я вот с радостью вот туда ездил. Вот если бы не вот эти вот пробки. Нижний налив. Все чистенько, аккуратненько. Никакого ветра тебе там наверху. Никакого снега. Спокойненько к ящичку подошел, открыл, поставил все, что нужно. Подключил, включил. И стоишь себе. Ждешь. Так что, если есть возможность у вас наливаться на МНПЗ, наливайтесь на МНПЗ. Там очень удобно. Все бы заводы еще были так организованы, как он. Вообще было бы круто. Я бы прям с большой радостью ездил, везде заливался. Не очень я люблю верхний налив с этими кусаками. Лазить весь грязный. Все с них капает. Пока едем в пробочки. Изучаем английский. Подписался на канал. Вот это английский. Если что, подбит. Ну, заходите, смотрите. В общем, смотрю сейчас плейлист. Ну, как смотрю? Слушаю плейлист английский по играм. Игру сейчас смотрю в Детройт. Опять же, не смотрю, а слушаю. Да, забыл сказать, пока ехал в пробки, заодно поужинал. Спокойненько достал контейнер, покушал. Не трясет. Нормально. Как будто вместе стоишь. Ты ужинаешь. 12 километров. Спасибо. Еду и кайфую от красоты. Красиво. Я бы чистенько. И облачко вообще. Очень красиво. Ехал, ехал, солнышко свекло, и рослист в туман. Блин, вот мы камеру видно интереснее. Просто туманчик такой, сарень. Блин, больно. Вот природа подбрасывает нам всякие интересности. Вообще классно. Такие странные люди. Вот он едет сзади, ехал, ехал, решил обгонять. И вот начал обгонять, и обгоняет уже минут пять. Я еду со скоростью 89 километров в час. Он на легковом автомобиле едет 92, наверное, по платной дороге. Интересно. Чем руководствуются эти люди? Вшух, проскочил. Вот вам сравнение. Да уж, вот так вот надо обгонять. Кстати, забыл сказать спасибо. Спасибо вам большое за подписку. Всем, кто подписался, огромное спасибо. А кто не подписался, вам, соответственно, нужно подписаться, я вам тоже потом скажу спасибо. Итоги. Видео, которое вы сейчас смотрите, по идее, я снимаю всю неделю, а выкладываю в воскресенье. В субботу заканчиваю. Суббота, крайний день съемок. На этой неделе посетил два раза Санкт-Петербург. Но как Санкт-Петербург? Деревню рядом с Санкт-Петербургом. В самом Питере не был. Если бы я был в самом Питере, вы бы уже увидели в видео это все. Так что будет возможность, посетим. Сейчас еду в Москву на Володарку. Там вы уже были, снимать вам там нечего. И да, с вами был Павлу Хаче. Если что, меня зовут Павел. Спасибо всем за подписку, за лайки. Пишите комментарии. Будем там общаться. Нужна активность. Всем, кто подписался, огромное спасибо и увидимся на следующей неделе. Пока. Кстати, анонсик такой на следующей неделе. С понедельника, нет, наверное, не с понедельника, в понедельник меняюсь. У меня две недели выходных, но мне предложили стажировку. И стажировку предложили за ту же сумму, как я здесь на работе зарабатываю, понимаете, в день. Так что я пойду на стажировку и если все срастется, то эту неделю, будущую неделю отстажируюсь а через неделю уже прям полноценно поработаю и посмотрим, как оно будет. Может быть, придется. Может быть, не то, что придется, а может быть, я с радостью поменяю место работы. Посмотрим. Компанию тоже неохота бросать, вроде люди хорошие. Ладно, будет видно, не будем загадывать, посмотрим, как пойдет. Может быть, буду совмещать. так что вот такие пирожки. Посмотрите, какая красота. Возвращаюсь с Питера. Камера улетела, я ее поставил на панель, она на кочке упрыгала в самый дальний угол. Могу оттуда дотянуться пока не могу. Так что снимаю на телефон. Заодно проверим, как по качеству. Блин, ну красиво, прям вообще я просто кайфую от таких пейзажей. Вообще класс. Очень нравится. Вот этот снежный лес и вот такой вот красный прям алый рассвет. Вообще красота. Блин. Вот ради этого даже стоит просто покататься по стране, посмотреть на пейзажи, посмотреть на красоту. Еду, кстати, еду с Питера, возвращаюсь. Второй рейс у меня был на Питерте. В этот раз отдохнул, ночью поспал, выехал в 4 утра и вот встречаю рассвет по пути в Москву. Очень красиво. Э, фокус. Камера, конечно, не передаст. А если еще открыть окно и запах вот этой природы, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень рад за себя и очень рад за вас. Я надеюсь, хорошо картинка будет смотреться и камера передаст. Но это очень-очень круто и очень красиво. Сейчас еще в горочку поднимемся. Если будет получше обзор, я вам еще покажу. Так что, ребята, наслаждайтесь, кайфуйте. В Testing и застег T и господь. Продолжение следует...